Но мне остается только вырезать соболезнования тем вермерам, кто занимается по технологии вермиложи, вермебурт, шагающая гряда. Это, ребята, крайне тяжелое занятие. Ящики, конечно, тяжело таскать, но за буртом следить тоже, можно сказать, не так уж и легко. Вот тут у меня еще некоторые хотят утонуть. Значит, ну что, ополотный я отбросил. Вот отсюда выдирал бурьян. Очень легко, кстати, выдирается вместе с компостом. Вот здесь все это выдирал и сюда, на западную сторону набросал. Ну вот мимо червячишки я, конечно, пройти не могу. Не отправил ее туда, на борт. И вам таких же успехов. Всего доброго, здоровья, благополучия, меньших затрат, меньших усилий для достижения результата. Чего я достигаю только своей ящично-секционной вермихабрики. Ну вот, видим, уже нормальный рабочий день у всех кончился. 17.47, а я только собрался домой. Домой. Ну вот, поехали. Слегка вспотел, как обычно. Ну, физкультура, она и есть физкультура. До седьмого пота. Вот как выглядит с этой стороны наше дело все. Перспектива. Ну, а на машине до дома вообще пару минут, если на перекрестке меня никто не задержит. Ну, так я до дачи сегодня и не добрался. Хотя машина у меня огруженная и листьями, и червячками, которые нужно разложить еще по коробушкам. Поскольку заказы в Эстонии относительно маленькие пока еще в объемах. Но зато их много. После прошедших этих двух обучений в Версу интерес однозначно повысился. Тем более была телепередача только по майской, правда, конференции. И уже на сентябрьской не было телевидения. Интерес они быстро утеряли. Но не интересно это почему-то не только российской стороне, руководящей нами, но и эстонской тоже. Но главное, чтоб нам не мешали. Остальное мы сами справимся. Без всяких проблем. Ничего страшного. Вот как я мокрое стекло лобовое. Это самое начало потеть. Это включал этот обогрев, обдув лобового стекла. Ну и приехали домой. А то тут у нас балконы реставрируют. До свидания. Всего доброго.